Приветствую всех фанатов вселенной Warhammer. Ну что, до конца старого года, который, я думаю, для всех оказался весьма и весьма непростым, осталось совсем уж немного времени. И у нас сегодня последнее такое, скажем, видео в уходящем году. Да, это живое включение. Всех с праздником, всех с наступающим. Надеюсь, что новый 2021 год принесет нам куда больше поводов для радости, нежели текущий. Ну и, конечно, ребят и девчат, всем здоровья и счастья. Они никогда не помешают, поверьте. Но давайте вернемся к теме все-таки нашего разговора, который указан в заголовке данного видео. И немножко пофантазируем, что мы хотели бы увидеть в нашем любимом настольном Warhammer в 2021 году. Я записываю это видео на живое, живое включение, поэтому за какие-то оговорки, там, скажем, космоязычность местами прошу заранее простить. Вот. А, опять же, ну, естественно, так как в этом видео я высказываю свое личное мнение и персональные хотелки. То есть, естественно, это просто мои фантазии, ничего более. Вы можете написать свою точку зрения, просто фантазируем, развлекаемся, отдыхаем в последние часы уходящего 2020 года. Ну так, давайте-ка приступим. В общем, лично я в новом году, ну, как вы верно уже догадались, хотел бы увидеть релиз одного из оставшихся марочных кодексов космедисанта Хаоса. Соответственно, это или наши любимые пожирашки, пожиратели миров, или дети императора. Но, как вы понимаете, ребята так и просятся на сцену, особенно с учетом того, что кодекс Гвардии Смерти, как вы знаете, уже скоро получит второе обновление. Второе. Блин, для Харнитов вообще нет ничего по сути нового в Сороковнике. Есть старая коробка каких-то лохматых там годов, а для Найзов вообще только апгрейд пак, который почти невозможно достать. А тут вы, ну, получаете просто второе обновление кодекса Десгварда. Повезло ребятам, что они оказались одной из титульных фракций восьмой редакции, вышли в стартовике с примарисами, но, тем не менее, что называется, поимейте совесть, дайте кодекс пожирашкам и детям императора. Ну и, конечно, естественно, хочется, чтобы по объему и качеству вот новый релиз был не хуже, чем та же Гвардия Смерти на старте восьмой редакции. Посмотрите, сколько у нее коробочек отдельных, именных персонажей, новых моделей, и термосня, и обновленные плаги. Вообще круто. Ну, опять же, тут, как бы, если так подумать, кто выйдет первым, да, с учетом того, что мы все-таки когда-то их увидим, да, или пожиратели миров, или дети императора. Ну, честно говоря, покажет время, но если раньше я думал, что первыми выйдут дети императора, то сейчас, что-то я думаю, что, скорее всего, выйдет Андрон и, собственно, его Берсаки. Потому что, ну, Хорни, я думаю, популярнее, чем Слонэш в Сороковнике. Опять же, лично мое мнение, я жду и тот, и другой кодекс, но детишек, конечно, побольше. Нам нужен в игре. Правда, сколько стоить он будет по текущему курсу, я даже не хочу об этом думать. Воу, вот, ну, поехали дальше. Дальше, конечно, хочется заполучить свои цепки, лапы релиз ренегатов имперской гвардии. Кстати, об этом я говорил и не раз, что сделать модели для данного релиза вообще не проблема, особенно с тем учетом, что, как бы, есть чернокаменка, для которой вышла отдельная коробка фактически уже готовых ренегатов имперской гвардии. Там и комиссара можно сделать, и псайкеры. Плюс, опять же, ну, по сути, можно сделать апгрейд паки для пехоты, для техники, астромилитаром, все. Вот вам готовый релиз фактически. В чем проблема его сделать? Это, причем, с тем учетом, что, как бы, я писал такой достаточно халтурный вариант, да, ну, реально халтурный вариант. Если делать качественно, там, конечно, надо немножко по-другому переработать. И, конечно, бы хотелось заполучить блатпакт, но есть вариант вообще халтурного выпуска, причем который, ну, при должной реализации народ воспримет просто на твердую пятерку. Ну, как бы, ну, надеюсь, что увидим. Все-таки, я думаю, что кодексы марочных легионов хаоса, они все-таки поважнее. И, ну, конечно, я бы, вот, на самом деле, если так сравнивать, ренегаты, астромилитарум и темный механикус, ребят, только темный механикус, лучше бы они вышли первыми. Ну, если они вообще когда-то выйдут. Хотя, с другой стороны, мы же получили релиз имперских рыцарей хаоса, о, фу, имперских рыцарей, рыцарей хаоса, да. Как бы, пора бы делать дарк мехов, дарк мехов многие ждут. Но, тут, опять же, очень важно соблюсти такой определенный баланс в дизайне. То есть, не сделать их слишком халтурными в плане, это просто, знаешь, там, типа, те же адептус механикус, но там, с черепками и шипами. Нет. Здесь должна быть именно переработка в таком, даже, может быть, местами гигеровском дизайне. Это же все-таки механикус, темные, хаос, все дела. Должен быть определенный такой добротный уровень гротеска, таких-то смесей, аугметики, технологий варпа. Ну, что-то такое. Я даже сейчас не могу описать, хотя, опять же, в инсте, если вы залезете и посмотрите, там, примеры, там есть отдельные хэштеги по дарк мехам. И люди там создают вообще такие прикольные модели. Но вот дарк мехов я бы прям вот очень жду, очень жду. Ну, кодекс, хочется нормального бэка, не такие полуогрызки, которые есть сейчас. Нормального бэка, крутую армию, и прям можно ее собрать. Даже невзирая на курс. Хотя курс кусается. Вот. Ну, а под дарк мехов, так, не заметненько в какой-либо, там, отдельной кампании, можно выпустить и Перта, да, нашего любимого Пертураба, которого я так не могу вылутать в Хорус Хереси Лидженс, но... Очень жду в Вархаммер 40 тысяч, очень крутой чувак. Чем, кстати, больше я про него узнаю, тем у меня создаются такое двоякое впечатление. С одной стороны, он просто, ну, давайте будем честны, такой вредный засранец, а с другой очень талантливый чувак, и как бы обидно, что он зачастую находится где-то там на задворках, и внимания на него не обращают, хотя он достойнее многих демонических примархов. Ну, которые сейчас тусят или тусили на стороне Хаоса. Вот. Ну, про Лоялов я особо говорить не хочу, потому что они и так каждый год получают жирные релизы, вне зависимости от того, вообще какой-то орктябрь, не орктябрь, год Хаоса. Все равно Лоялы получат своего очередного примариста лейтенанта и другие релизы, так что на кладе они не останутся. Но если так говорить, конечно бы хотелось увидеть миниатюру Льва, нашего Эль Джонсона, но с учетом того, что все-таки выйдет скоро Кодекс Темных Ангелов, ну, увы, в нем Льва мы не увидим. А жаль. Что касается Ксеносов, так я их не собираю, но тем не менее я очень жду Векта. Это прям моя мечта со времен Тройки и Пятерки. Третья и пятая редакции. Да, в Тройке был Вект, там у него была такая баржа, скажем, с преферансом и куртизанками, но это немножко не то. Все-таки сейчас, если ее ставить, это, конечно, круто она выглядит, но мы-то хотим обновленного Векта, сделанного с помощью современных технологий 3D-моделирования и дизайна, со всеми рюшечками на какой-нибудь огромной барже, там, блин, ну, стоимостью под очень много. Их, да-да-да, как все шутят, покупать я его, конечно, не буду, но Векта я очень жду, потому что наш красавчик Аздрубаэль, ну, так и не появился на полях стольных сражений, и, честно говоря, вот его судьба у меня, ну, как бы, его дальнейшая судьба в мире с 40-тысячниками, я даже немножко, ну, так, я опасаюсь за нее. Что-то как-то активности про него немного, как бы его не выпилили, что будет очень обидно. Но, кстати, мне еще интересно понаблюдать за дальнейшим развитием, собственно, как в модельном, так и в бэковом плане армии Тиранит. Вот, честно, создается такое впечатление, и вот я сразу оговорюсь, я не включаю сюда гинокульт, вообще никак, не включаю сюда гинокульт, что как-то ГВшники, ну, мягко говоря, забили на них. Хотя армия по дизайну одна из лучших в 40-х, вот реально настолько крутой дизайн, что он со времен четверки, ну, до сих пор смотрится достойно. То есть, ну, вот реально, вот, если вы ставите Тиранит на, как бы, вот армию, они до сих пор смотрятся очень круто, а это, блин, времена четверки. То есть, ну, надеюсь, что их не выпилят, и они там не превратят в какую-то очередную ерунду. Ну, опять же, Эльдары тоже как-то так. Вот, ну, такие вот у меня мысли, поделитесь в комментариях, что вы ждете в новом году. Я лично вот хотел бы увидеть именно это, это, как бы, опять же, мы говорим сейчас только про Сороковник, не про Килл Тима, хотя я надеюсь, что в следующем году будет новый стартовик Килл Тима, потому что вещь крутая, очень не хочу, чтобы ее забрасывали, она весьма прикольная для определенного, ну, для определенных форматов, скажем так. Но это, что касается Сороковника, это мое личное мнение. Если хотите, напишите в комментах, что думаете вы. Ну и, конечно, всех с наступающим новым 2021 годом здоровья, и чтобы в жизни было как можно больше радости, и как можно меньше различных невзгод, чтобы для них вообще не осталось никакого места. Ну и, конечно, традиционный всем Гидродоминатус, пацаны.